Японский фондовый рынок переживает худший день со времен черного понедельника 1987 года. Южная Корея останавливает торги на бирже. ФРС США созывает экстренное заседание из-за коллапса экономики. Биткоин падал ниже 50 тысяч долларов. Иран анонсирует масштабную и результативную атаку на Израиль уже сегодня. Европе грозит гражданская война из-за мигрантов. Индикаторы сигналят о рецессии. Безработица выше ожиданий, а крупнейший маркетмейкер избавляется от криптовалютных активов. И все это началось после вот этого открытия Олимпиады во Франции. Слишком много событий на один квадратный день, не так ли? Итак, как получилось, что еще неделю назад все были супероптимистами, а сегодня начинают хоронить криптовалюту? Прежде всего, я думаю, что основной темой последней недели стала рецессия. Джером Паул поднял ставку ФРС самыми быстрыми темпами за всю историю до 5,5%. Затем ФРС США начала специально замедлять экономику, чтобы оставить людей без денег. И мы видели это на том же графике личных сбережений. Это делали для того, чтобы снизить инфляцию. Вот почему рынок воспринимал негативные новости об экономике позитивно и рос на ожиданиях снижения ставки из-за того, что экономике было плохо. Рынок на самом деле хотел видеть плохие экономические данные, потому что это должно было привести к снижению ставки. Так что всякий раз, когда безработица была выше ожиданий, а отчет по занятости выходил более слабый, чем ожидалось, рынок реагировал ростом. Потому что Уолл-стрит думал, да, это то, что мы хотим видеть, потому что это заставит ФРС США снизить ставку. И на эти надежды, конечно, повлияло и заявление самого Паула еще в начале этого года о грядущих трех снижениях ставки. Логика в том, что со снижением ставки рынок получит приток ликвидности, бизнес начнет занимать больше дешевых денег, а банки начнут активно кредитовать. Вот почему это было похоже на утопию. Получая плохие экономические данные, мы получали и растущий рынок. И у многих это вызывало вопросы, как это вообще может быть. Но за последние две недели мир, можно сказать, пришел в себя и увидел, что плохие экономические данные – это плохо. Рынок, наконец, осознал, что мягкой посадки не будет. Что ФРС США опоздала дважды и с поднятием ставки, и с ее снижением. Вот почему теперь мы говорим о рецессии, и мы технически в ней находимся, судя по этому индикатору. На прошлой неделе мы видели рост безработицы выше прогнозов ФРС США. Мы также получили несколько очень ужасных отчетов о доходах. Многие компании получили большие убытки, продажи сократились, у потребителей каждый доллар стал на счету. И бизнес с ужасом осознал, что у нас не будет времени на три снижения ставки, если следующее потенциальное снижение может быть лишь в середине сентября. Хотя сегодня ФРС собирает экстренные совещания, и, возможно, они снизят ставку на 25-50 базисных пунктов уже сейчас. Потому что на Джерома Паула, я уверен, оказывается большое давление в этом вопросе. В любом случае, именно сегодня рынок в коем веке стал рациональным и увидел, что мы больше не увеличиваем количество рабочих мест. Мы идем в обратном направлении, люди начинают терять работу. Вот почему безработица растет, и все уже не так, как раньше, когда на каждого работника приходилось пять свободных рабочих мест. Вот почему мы сегодня начали говорить о рецессии. Именно поэтому рынок спохватился и рухнул сразу везде. Речь идет не только про США, но и про Японию тоже. Ситуация с валютой в Японии настолько плачевна, что Центральный банк страны наконец-то решил поднять ставки, а не снижать их. Япония – единственная страна, которая проходит через это, потому что они проводили политику отрицательных процентных ставок в течение вечности. И это действительно вредит им. Их валюта обесценилась по отношению к доллару более чем на 50% и продолжает падать. Так что они находятся в тяжелом положении. И угадай что? Японский фондовый рынок только что пережил крупнейшее падение с 1987 года. А Банк Японии является крупнейшим держателем американских казначейских облигаций. Соединенные Штаты уже открывали долларовые своп-линии для Японии в этом году, лишь бы японцы не продавали их облигации. Как ты думаешь, что сейчас может произойти? Рынок облигаций является крупнейшей финансовой пирамидой из всех. Объем количественного смягчения, призванный предотвратить потерю ликвидности этим рынком, будет в 10 раз больше, чем во времена коронавируса. Неужели Джанет Йеллен придется залить рынок ликвидностью в 10 триллионов долларов? И на этом фоне ты наверняка захочешь находиться в дефицитном активе без рисков контрагента. Угадай с двух раз, что это за активы. И другие страны тоже в таком же положении, как и Япония и США. Например, страны еврозоны. В целом страдают экономики всех крупных стран. В Китае все больше и больше проблем с рынком недвижимости, и все это может рухнуть в любой момент. Это причины, по которым мировые рынки на самом деле сегодня распродаются. Биткоин вырос до 70 тысяч долларов на заявлениях Трампа и сенаторов США о создании биткоин-резерва. Он рос на притоках в спотовые ETF-ы, на ожиданиях снижения процентных ставок и так далее. А затем за неделю все изменилось. Правительство США после заявлений Трампа продает биткоин. Empty Gox начали распределять биткоин. Германия начала продавать биткоин. Регуляторы начали расследование крупнейших маркетмейкеров, которые из-за этого и вовсе решили избавиться от криптоактивов. Затем у нас была паника из-за банкрота Генезиса, который также начал распределять биткоины среди своих кредиторов, часть из которых тоже продавала. У нас был ужас направо и налево. И биткоин каждый раз восстанавливался. После Германии, после США, после MT Gox. И, кстати, продажи MT Gox практически завершены. Некоторые из тех, кто только что присоединился к крипторынку, не знаю, из-за хайпа Таполок в Телеграме или по другим причинам, я хочу сказать вам, у нас всегда были эти взрывные росты и колоссальные падения. Если вы долгосрочный держатель, это действительно не имеет никакого значения. Да, ваш портфель падает, но это нереализованные убытки, которые вы не потерпите, пока не продадите. А долгосрочные холдеры биткоина не продают. И с каждым циклом их становится все больше. И они продолжают накапливать. И мы видим, что большие киты покупают рекордное с 2015 года количество биткоинов. Вспомним мартовский крах 2020 года, когда ударила пандемия коронавируса, когда случились глобальные локдауны. Произошло глобальное падение всех рынков. Каждый инвестиционный актив сильно рухнул. Нефть была ниже нуля. Мы видели массовый страх на рынке. И все думали, что мы идем к нулю, что биткоин идет на дно. Оглядываясь назад сегодня, ты только мечтаешь о том, чтобы купить в то время. Ты кусаешь локти, что не купил. И сегодня мы снова в этой точке. Это как второй шанс за 5 лет. Эти события буквально самые большие возможности, которые мы когда-либо получаем. Глобальные крахи. Это времена, когда храбрые становятся богаче. А трусы беднее. Как я могу бояться, зная, что когда-то биткоин и был создан из-за всех этих махинаций. Финансовых кризисов и коллапсов, что мы сейчас переживаем. И если бы центральные банки не вмешались тогда и не подключили бы к этому всему устройство по поддержанию искусственной жизни, нас бы ждали темные времена. Вот почему Сатоши и создал биткоин тогда, видя, что происходит. Он не хотел, чтобы центральные банки имели контроль. И поэтому появился биткоин. Что-то, что не контролировалось никакой центральной личностью. Не контролировалось никакой ФРС США или центральным банком. Не контролировалось правительством. И сегодня они просто-напросто хотят нас этого лишить. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok